Очень ошибочное мнение, оно тщательно подогревается со стороны российских новостных ресурсов И там часто в сети сбрасывают такие моменты, что вот сейчас добровольские батальоны побегут быстро на Киев, тут всех поубивают Но ни в коем случае, вы должны понимать, что добровольские батальоны это наиболее патриотические, наиболее любящие свою родину жители Украины И они ни в коем случае не сделают ничего, чтобы принесло ущерб для страны А решать проблему устранением физическим, допустим, с помощью автомата, это ущерб для страны Это понижение статуса, имиджа, это Сальвадор будет какой-то, но не Украина Но если слов не понимают Дело в том, что уже, прошу прощения, уже насколько я знаю, два законопроекта об внесении изменений в этот закон уже внесены То есть есть вполне легитимные законные средства изменения законодательной базы Именно об этом мы говорим, все должно быть по закону Есть люди, они выражают свое недовольство С помощью людей мы избираем тех, кто потом эту волю народа формирует То есть я готов над этим работать все то время, которое у меня будет выделено И я думаю, что с помощью законных методов мы создаем ту такую базу на будущее Которая нам позволит потом уверенно смотреть в это же будущее Никто у нас, в отличие, допустим, от других каких-то стран, не будет обзывать военные фунты или когда-то То есть у нас, я считаю, что все делается достаточно законно, демократично и грамотно Спасибо Так вот, если бы ты хотел добавить по поводу, кто и как должен работать То есть из личного опыта, так как наш батальон, мой батальон проводит патрульно-постовую службу сейчас И охраняет города, как Славянск, Краматорск, ну и окрестности этих городов Я хочу сказать, что эти ребята, они достойны возглавлять местные райоделы, местное следствие, местный розыск Потому что эти ребята, они доказали свою преданность своей стране, свою искренность, готовность защищать эту землю И они никогда в жизни не продадут ее Не продадут, как те предшественники, которые были в этих райоделах до нас И они будут знать, что эта земля, она мыта кровью, что они за нее сражались и они за нее стояли И эта земля не продается, и за нее надо сражаться И надо уничтожать проявление сепаратизма на корню Два слова буквально уже в глобальном аспекте по поводу использования протенциала добровольских подразделений То есть мы как раз в рамках военного совета партии Народный фронт сейчас и отрабатываем Я сегодня вывозил там тезисы к первому заседанию Одно из них было территориальная оборона Как раз, во-первых, то, о чем я говорил Наиболее подготовленные и обладающие лидерскими качествами Это фактически, скажем так, кандидаты на офицерские должности В вооруженных силах Национальной гвардии МВД Только небольшое еще теоретическое обучение И фактически готовые офицеры Дальше, во-первых, конечно же, необходимо предоставить возможность людям Которые изъявляют желание по окончанию боевых действий Продолжить службу, опять-таки, в этих вооруженных формированиях Это понятно, в качестве контрактников Это как раз и будет косяк этих формирований Которые имеют боевой опыт и могут передать другим И третье направление, что очень важно Это у нас прописан пункт по территориальной обороне Суть в том, чтобы как раз, скажем так, по швейцарскому варианту Но, опять-таки, абсолютно с Андреевым согласен Мы не должны брать кальку любой другой страны У нас есть своя специфика, свои условия Но, тем не менее, необходимо возвращать То есть мы понимаем, что сегодня мы видим Что оборона страны, тем более с таким противником, как Россия С ее огромнейшим экономическим потенциалом С еврейским ресурсом Это задача, в общем-то, для всей державы, для всего общества Соответственно, нам необходимо возвращать, во-первых, учебные заведения Как раньше были советские времена, начальная военная подготовка Но со спецификой как раз уже нынешней, той же гибридной войны и так далее При граничных территориях мы считаем, что вот эта начальная военная подготовка Должна быть заточена под партизанскую войну Параллельно должна создаваться база партизанской войны Командные пункты секретные Базы хранения, склады, медикаменты, продовольствия, оружие Наша оборонка должна получать госзаказ как раз на образцы вооружения Которые, так сказать, заточены под партизанскую войну И вот как раз костяком вот этих резервных, ну и состоящих из резервистов Партизанских формирований в рамках территориальной обороны Как раз и могут быть добровольцы, которые имеют реальный боевой опыт Практически вот в таких боевых действиях Друзья, будь ласка, 50 квадратов уже тревают пресс-конференции Остальные два запитания Канал Интера, Ирина Романова, а можно уточнить, какие у вас номера в партийном списке? Когда у вас появилось желание идти в политику? Вот с началом избирательной кампании или раньше? Сейчас очень модно брать комбатов, да? То есть все партии стараются взять комбатов в свой партийный список Одного, двух или несколько Не кажется ли вам, что реально политики вас используют А вы потом все-таки, если даже попадете в парламент Не сможете влиять как-то на ситуацию в стране? Ваши размышления по этому поводу По поводу номера в списках, скажите Я нахожусь под номером 5 По-моему список Народного фронта был оглашен Он открыт для всех То есть если в других партиях на эту тему идут какие-то спекуляции Открытые, закрытые Кто там есть? По-моему 130 имен было названо Не уверен, 130? Кто мне подсказал? Порядка больше сотни имен названо И все номера существуют Они в открытом доступе, можно ознакомиться К сожалению К сожалению у нас парламент И это моя точная, такая же точка была зрения Он пропитан негативом Настолько негативом пропитан, что Начинается при упоминании парламента Обычно внутренняя его кулуарная жизнь Некоторые называют словом мерзость Некоторые называют предательство сплошное Мы это все прекрасно И я сам к этому точно так же относился Потому что я видел, что чтобы попасть в список партии Нужно было заплатить проходной взнос К примеру, за пятый номер Если бы у нас все оставалось как приинокович Я должен был там бы заплатить страшную сумму денег Правильно? Вы все прекрасно понимаете, что эту самую страшную сумму денег Я никому не платил Я использую свой шанс Когда создалась в обществе такая ситуация Когда возник запрос На тех людей, кто может кто-то изменить Я показал, что я могу брать и рисковать своей жизнью И жизнью уверенных мне людей И отвечать за эти последствия То есть я несу за это полную ответственность Не дают шанс Вы понимаете, что это на фронте Это совсем одно Я понимаю и даю себе четкий отчет Если вы считаете, что кто-то будет меня покупать И я буду забывать про тех, кто погиб Выходя из со мной из окружения Это большая ошибка У нас очень страшно, когда люди С предубеждением относятся наперед Почему-то, когда относительно к себе Все считают, что я же классный Я здоровский А вот все остальные кругом плохие Нельзя так считать Потому что вы не знаете, насколько люди меняют отношения После того, как они ежедневно рискуют своими жизнями на поле боя Переоценка ценностей происходит тотально То есть те, кто снова же говорят Надо продолжать Добровольские батальоны есть добровольские? Давайте мы их отправим в огонь Пусть они там гибнут Никто не хочет прийти и посмотреть В каком состоянии приходят тела После обстрела града Никто не хочет пойти посмотреть В глаза матерей Которые получают рубленные останки своего сына Когда люди поймут, что происходит страшное Когда они поймут, что не все решают деньги И не в них сила Тогда у нас начнется меняться отношения Я искренне буду надеяться, что я и я готов отвечать за ближайших своих друзей, с которыми я там был Я знаю, что мы туда не ради денег идем Вы туда идете сами или вас пригласили? Меня приглашало три основных политических партии Все, которые не по каким-то написанным рейтингам, а по проходным спискам Приглашали меня участвовать в политической жизни именно этой партии Я принял решение идти с теми людьми, которые не боятся говорить правду Не боятся производить сложные для страны решения и перемены Я буду надеяться, что мои внутренние убеждения, моя позиция жизненная им поможет Если же будет случиться так, что, как вы говорите, что меня начнут покупать Я начну играть под дудку каких-то олигархов У меня хватит внутреннего убеждения или покинуть эту ситуацию, если я не смогу ее изменить Или бороться до самого конца и пытаться ее все-таки изменить Дорогу осилит идущий, если не совершать никакого вообще действия То давайте мы тогда вообще расслабимся И пусть у нас Россия оккупирует и заберет всю территорию Пусть у нас тут Жириновский начинает рассказывать, каких нам артистов запускать сюда и слушать И кто из нас должен ездить, в каких качествах отстраивать Москву и прочее Если мы не будем сражаться, не будем иметь внутренних убеждений, мы не победим Я прошу, я правильно здесь еще задать запитание Извините, здесь я... Пане Дмитрие, в Босквичине вы могли списывать принято вчера законы Автомандант штуреную администрацию с умогой их не подписывать Чи все же таки они потребны, какие в них месяцах России и какие риски Знаете, у меня вопрос, я вчера тоже слышал вал критики и сам свои традиционные итоги дня прописал это как в пунктах хорошее Сразу начался вал вопрос, типа какое-то хорошее Я объяснил, что хорошее это приусловие, если мы этот потенциал, который несет этот закон, используем в полную меру То есть то, о чем я говорил Попытка, да, мирного урегулирования, но в первую очередь готовность к военному решению проблемы Давайте посмотрим на карту АТО в середине августа и на сегодняшний день Я говорю там не формальную даже, хотя не ближе к истине, но мы владеем информацией А официальную карту, которую дают СНБО Посмотрите, какую территорию мы в силу этого контролировали на середину августа и на сегодняшний день Разница есть, мы отступаем У нас нет ресурсов для продолжения войны Это факт У нас деморализованная армия Кстати, благодаря и соцсетям тем же, той же панике, тем же рассказам о продажных генералах О том, что все сливают и так далее Это тоже очень большой фактор, мощный фактор, который сыграл на деморализации армии У нас некому воевать Те, кто хотел, они уже давно в составе добровольческих батальонов Дальше проводить мобилизацию, мы понимаем, что это будет непопулярный шаг На который власть сейчас едва не пойдет в преддверии выборов Тут тоже политический момент играет С другой стороны, да, то, о чем я говорил уже в ходе своего выступления Мы можем сейчас силой загнать в строй сотни тысяч человек, но это будет пушечное мясо Нам хотя бы нужен какой-то период для того, чтобы, во-первых, их обучить, во-вторых, их сносить вооружить Только тогда имеет смысл говорить о дальнейших силовых действиях Мне интересно, если Батькевщина вот выйдет Или там другие эксперты и скажут Вот, мы можем отсюда взять подготовленный ресурс для проведения операции По нашим оценкам на позавчерашний день нам нужно было не меньше 100 тысяч человек поставить в строй Ну, может быть, меньше, от 80 до 100 тысяч, вот так где-то Но, тем не менее, это должны быть подготовленные кадры, это не должно быть пушечное мясо Если Батькевщина скажет, где мы возьмем 100 тысяч человек, где мы возьмем оружие и не просто стрелковое, да, автоматы есть А тяжелые вооружения Без тяжелого вооружения, вы, извините, вон у нас свои батальоны повальные пишут, поголовные пишут рапорта о том, что мы не поедем воевать, то есть отказ Вот, когда они ответят на эти вопросы, ради бога, тогда мы будем говорить, да, извините, мы неправы, закон этот не нужен Будем воевать дальше Но они, к сожалению, только критикуют Никаких предложений мы не видим А какие риски у нас есть от этого закона? Первый риск это то, о чем мы говорили еще до принятия этого закона О том, что, во-первых, это превращение в зону замороженного конфликта, который не управляет Киев, а управляет Россия А второе, истекающая из этого угроза, гораздо более масштабная, как я считаю То, что это, ну, Донбасс мы понимаем, Путину не нужен Это был старым для того, чтобы эта зараза расползалась дальше Как минимум по дуге Путина в 8 областей Почему я говорю о создании, прежде всего, ну, мы, точнее, говорим о создании линии обороны Чтобы предотвратить восстанавливать Стосом украинского БТК, вы говорили на початку про то, что, у нас есть потужники, ничего не делаете У нас есть 470-й завод, я завод Антонов, я прихвалился, что мы ездили таки, что сейчас без пилотников, это на базу дешевле, экологично, очевидно, простейшим Почему нет замовлення, почему уряд ничего не делает, сегодня я ценю на завтра, что в каждый день войны нам выходит 80 миллионов гривен Это вопрос, да, который вот как раз сейчас нужно задавать как минимум с трибуны Верховной Рады И нужно звучать и в адрес руководства ОПК и руководства исполнительной власти Потому что потенциал есть Надо не забывать, что хорошо, у нас есть проблема в том, чтобы раскачегарить монстры ОПК Допустим, завод Малышева Он там пока запустит тот же образцы бронетехники в серийное производство Сейчас единичное производство Для того, чтобы запустить серию, нужно время, причем это время полгода, года, то и полтора года В первую очередь день И ресурсы колоссальные, технологическая база, специалисты То есть проходиться, это действительно там объективные трудности запустить Но у нас есть куча предприятий, которые, ну допустим, гонтраки, которые сейчас дико не хватают в зоне АТО У нас конкурсаторскими машинами, которые не предназначены для пересеченной местности, вывозят раненых Это ненормально, постоянно идут обстрелы, постоянно подрывы на фугасах Что у нас куча предприятий, гражданских, которые занимаются бронированием, там, ВИП-авто, те же инкассаторские машины Есть своя автомобильная база, КРАС В вооруженных силах больше 2200, по-моему, минимальная ценка ГАЗ-66 Это старая техника, но на нее поставить бронированный кузов и возить, по крайней мере, там, боеприпасы, продовольствие на блокпосты, нет вопросов В чем проблема, казалось бы И мы разговаривали с руководителями этих предприятий Они готовы в течение двух недель поставить это на поток и клепать просто, не обязательно, даже частные предприятия Тот же Николаевский ремонтный завод, который тоже там показывает нам бронированные, на базе БТР, санитарная машина бронированная Ну, показали, не сделали за свои деньги Кто-то заинтересовался, нет Денег нет, оказывается, есть деньги То есть тут вопрос нужно задавать, во-первых, руководству штаба вооружений, Министерства обороны Из какого пальца они высасывают сейчас госзаказ и туда его вообще отправляют Второй вопрос нужно задавать как раз у руководства Украинской обороны Почтение некоторых этих предприятий Почему даже инициативы имеющие место, они не поддерживаются Это техника жизненно необходима Каждая единица этой техники это сотня спасённых жизней То есть мы видим, да, потенциал есть Я считаю, что это причина, что вся страна у нас живёт по французски военному времени, кроме бюрократии Причём, что как ни страна, а военная бюрократия в том числе, они живут по правилам мирного времени Как бы у нас какие-то последние же запитания у нас? Запитание это тоже Дмитрия Семенчука, Василия Коротко и Пермитрова Друзья, сейчас боевики постоянно стрелять нашу позицию В частности, в группе сильных боев при порту Донецка Как действуют наши военные сейчас И второе, насколько вы считаете, что российские кураторы контролируют эти группы боевиков? Ну и третье Чи задовольниться Кремль своим специальным статусом Небаса и не будет идти, например, с сухопутной Поворотской до Кремля Боюсь, что, ну начну с конца, боюсь, что не удовлетвориться Кремль То, о чем мы говорили Ну, я думаю, что ближайшие, в общем-то, если не часы, то сутки мы можем судить Удовлетворили это Москву или нет? Судить будем под действием боевиков Если продолжатся активные действия со стороны российских подразделений и террористов, значит не удовлетворим Ну, тут как бы понятно Что касается, допустим, того же Донецкого аэропорта Угруза в том, что боевики презентовали уже появление у них авиации Да, я как бы захвачена и так далее Ну это бред силой кобылы Но это свидетельствует о том, что Россия готова перебрасывать авиационные подразделения на территорию Украины Под видом там, я пишу ДНР, ЛНР И российские летчики военные и кадровые будут выполнять боевые задачи Более того, эти объекты, уже Донецкий то же самый аэропорт Они уже все на нем крест поставили, они уже считают его своим Мы уже фиксировали на сегодня там эшелонированную противовоздушную оборону, которую они создали То есть они уже подготовили все для его использования Я считаю, что там нужно максимально, но держать там дальше войска Это, по-моему, просто-напросто их не означает, их не расстрел Медленные пускай, затянувшиеся, но неприемлемые, тем не менее Необходимо выводить из строя все, что возможно Я не знаю, сколько пойдет взрывчатки на то, чтобы вывести ВПП из строя, взлетно-посадочные полосы Но это надо делать Все инфраструктуры, сам террористы уже обстреляли и разрушили Но то же самое касается ситуации в Дебальцево Все здорово, но почему-то наши на юге отступают Фактически задают целые населенные пункты А на севере Луганской области изображают еще какие-то там активные наступательные действия Это неправильно, как минимум Мы должны уже тогда выровнять линию фронта Предотвратить любые вот эти котлы Бог с ним, сдадим там некоторые населенные пункты Но это лучше, чем постепенное выдавливание И мы теряем намного больше в конечной методе И после этого создавать то, о чем я говорил, линию обороны Я хотел бы дополнить Дмитрия Потому что, к сожалению, у нас очень много страшных ситуаций в зоне АТО Когда старшие начальники Я имею в виду старшие оперативные начальники Почему-то дико боятся слова отступления Среди военной Война это искусство Всегда говорят искусство войны Практически это уже узаконенное словосочетание То есть те, кто понимают в искусстве войны Они прекрасно понимают, что оборона не может быть жесткой Она может быть маневренной Если совершать маневры и отступать Это ничего страшного не происходит У нас же кто-то нарисовал на карте какой-то пункт И его держать до последнего И почему-то считается очень страшным Когда кто-то с этого населенного пункта там отходит Или совершает какие-то действия Нам надо менять ту стратегию, которая существует в зоне АТО Субтитры создавал DimaTorzok